Искребецкий, сиротка, считает Павел Беседин, принесли нам ребята небольшого сорочонка. Летать он еще не мог, только прыгал. Кормили мы его творогом, кашей, моченым хлебом, давали маленькие кусочки валеного мяса. Он все ел, ни от чего не отказывался. Скоро у сорочонка отрос длинный хвост, и крылья обросли жесткими черными перьями. Он быстро научился летать и переселился на житие из комнаты на балкон. Только вот какая с ним была беда. Никак наш сорочонок не мог выучиться самостоятельно есть. Совсем уж взрослая птица, красивая такая, летает хорошо, а еду все, как маленький птенчик, просит. Выйдешь на балкон, сядешь за стол, сорока уж тут, как тут, вертится перед тобой, приседает, топорщит крылышки, рот раскрывает. И смешно, и жалко ее, мама даже прозвала ее сироткой. Сунет ей, бывало, в рот творогу или моченого хлеба, проглотит сорока и опять начинает просить. А сама из тарелки никак не клюет, учили, учили мы ее, ничего не вышло. Так и приходилось ей в рот корм запихивать. Наестся, бывало, сиротка, стряхнется, посмотрит хитрым черным глазком на тарелку. Нет ли там чего-нибудь еще вкусного? Да и взлетит на перекладину под сам потолок или полетит в сад на двор. Она всегда летала и со всеми была знакома всюду. С толстым котом Иванычем, с охотничьей собакой Джеком, с утками, курами, даже со старым драчливым петухом Петровичем. Сорока была в приятельских отношениях. Всех он на дворе задирал, а ее не трогал. Бывало, клюют куры из корыта, и сорока тут же вертится. Вкусно пахнет теплыми мочеными отрубями. Хочется сороке позавтракать в дружеской куриной компании. Да ничего не выходит. Пристает с селедка к курам, приседает, пищит, клюв раскрывает. Никто ее покормить не хочет. Подскочит она и к Петровичу, запищит. А тот только взглянет на нее, забормочет, это что за безобразие, и прочь отойдет. А потом вдруг захлопает своими крепкими крыльями, вытянет кверху шею, натужится на цыпочках, привстанет, да как запоет. Кукареку! Так громко, что даже за рекой слышно. А сорока попрыгает, попрыгает по двору, в конюшню слетает, заглянет к корове в стойло. Все сами едят. А ей опять приходится лететь на балкон и просить, чтобы ее из рук кормили. Вот однажды некому было с сорокой возиться. Целый день все были заняты. Уж она приставала, приставала ко всем. Никто ее не кормит. Я в этот день с утра рыбу на речке ловил, вернулся домой только к вечеру и выбросил на дворе оставшихся от ловли червей. Пусть куры клюют. Петрович сразу приметил добычу, подбежал и начал сзывать кур. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. А они, как назло, куда-то разбрелись. Ни одной во дворе нет. Уж петух прямо из сил выбивается. Зовет, зовет. Потом схватил червяка в клюв. Потрясет им, бросит и опять зовет. Ни за что первый съесть не хочет. Даже охрип. А коры все не идут. Вдруг откуда ни возьмись сорока. Сорока подлетела к Петровичу, растопырила крылья и рот раскрыла. Покорми, мол, меня. Петух сразу приободрился. Схватил в клюв огромного червяка. Поднял. Трясет им перед самым носом сороки. Та посмотрела, смотрела. Потом цоп червяка и съела. А петух уж ей второго подает. Съела и второго, и третьего. А четвертого Петрович сам склевал. Гляжу я из окна, удивляюсь. Как петух сороку из клюва кормит. То ей даст. То сам съест. То опять ей предложат. А сам все приговаривает. Ко-ко-ко-ко. Ко-ко-ко-ко. Кланяется. Клювом червей от земли показывает. Ешь. Мол, не бойся. Вон они какие вкусные-то. И уж не знает. Как это у них там все получилось. Не знаю совсем. Как он ей растолковывал все. В чем дело. Только вижу. Закокол петух. Показал на землю червяка. А сорока подскочила. Повернула голову на бок. На другой. Пригляделась. И съела прямо с земли. Петрович даже головой в знак одобрения тряхнул. Потом схватил сам здоровенного червяка. Подбросил. Перехватил клювом поудобнее. И проглотил. Вот. Мол. Как по-нашему-то надо. Но сорока. Видно. Поняла в чем дело. Прыгает возле него. Да поклевывает. Начал и петух червей подбирать. Так на перегонки. Друг перед другом. Стараются. Кто скорее. Вмиг всех червей поклевали. С тех пор сороку кормить из рук больше не приходилось. В один раз ее Петрович выучил с едой управляться. А уж как он это ей объяснил. Я и сам не знаю.